МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВЗРЫВ Буря! Поворачиваем на северо-запад! Направление Минск! Вперёд! В этом фрагменте киноэпопея освобождения режиссёра Юрия Озерова первый гвардейский корпус генерала Панова устремляется к столице Советской Беларуси. Так что складывается впечатление, именно им предстоит освободить город. На деле Минск был взят танкистами 4-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса полковника Олега Лосика. И только позже, на окраине города, гвардейцы комбрига Лосика встретились с танками генерала Панова. Ну что ж, немцам-то колесико? Да какой уж там колесико считай, котёл! Обнимемся в знак встречи, первый белорусский. Давай, третий белорусский. В результате минской операции в кольце окружения оказалась немецкая группировка численностью более 100 тысяч человек. Главные силы группы армий Центра. Это программа «Легенды армии» и я, Александр Маршал. В 9 часов утра 3 июля 1944 года полковник Лосик доложил в штаб 2-го гвардейского корпуса, что Минск взят. Это звучало столь невероятно, что командование не поверило и приказало ему привыть с личным докладом. Пока Олег Лосик добирался до КП корпуса, пока перепроверили сведения и связались со ставкой, перевалило за полдень. Так в историю и вошло. Минск был освобожден около 13 часов 3 июля 1944 года. Зато Сталин действовал без промедления. И уже 4 июля по радио был озвучен указ о присвоении полковнику Лосику звания Героя Советского Союза. Только за взятие Минска маршал бронетанковых войск Олег Лосик мог бы считаться легендой. Однако в его жизни подобных эпизодов было не счесть. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские регулярные части атаковали наши границы! Война застала лейтенанта Олега Лосика в Бердичине в 300 километрах от границы. На рассвете 22 июня его 43-я танковая дивизия получила приказ выдвинуться к государственной границе и нанести удар по прорвавшимся немецким войскам в районе города Дудна. Танкистам лейтенанта Лосика предстояло принять участие в грандиозном танковом сражении, о котором сейчас крайне редко вспоминают. Сражение в треугольнике Броды-Луцк-Дубна стало известно как крупнейшее за всю историю войны танковое сражение. Против немца были задействованы достаточно крупные силы, около 4 тысяч танков, нескольких механизированных корпусов. Конкретный 19-й танковый корпус, в который входило подразделение Лосика, был, пожалуй, одним из слабейших, но он оказался на направлении главного удара. Помощник начальника оперативного отдела штаба танкового батальона Лосик шел впереди боевых порядков дивизии. Его задачей было искать горючее для танков. Собственные запасы уничтожила авиация противника. С болью смотрел лейтенант, как таяли силы дивизии на марше. До исходных рубежей дошло менее половины боевых машин. Остальные застыли по обочинам дорог из-за отсутствия топлива, поломок и непрерывных бомбежек. На ремонт не было времени. Командование настаивало немедленно вперед. Товарищ член военного совета... Измена! Корпусу приказано в 9.00 выступать. А сейчас 11.00. И никто не вышел на рубеж. Корпус сможет закончить перегруппировку только к завтрашнему утру. Через 20 минут. Решение и вперед! С чем вперед? Приказываю немедленно начать наступление. Если не начнете, отстраню от должности и отдам под суд. Поспешный удар без поддержки пехоты, артиллерии и авиации закончился катастрофой. 1 июля советские мехкорпуса Юго-Западного фронта были фактически уничтожены. Четыре из восьми танковых дивизий были разгромлены полностью. В остальных сохранилось не больше 20% техники. Узнав о результатах сражения, член военного совета Вашугин, тот самый, что настаивал на немедленном наступлении, застрелился. Он, естественно, считал, что он несет ответственность, как член военного совета фронта, за случившуюся катастрофу. Я думаю, что причиной его самоубийства были именно зрелища катастрофы в целом. Избиение техники на Торнопольском шоссе, проходящем через Торнополь к штабу фронта, вот эта вот брошенная техника и тяжелая обстановка, которую просто он не выдержал. Много позже Олег Лосик спрашивал себя, как он смог пережить произошедшее. Быть может, потому что знал, страна испытывает такое не в первый раз и обязательно выстоит. В 1915 году, также спасаясь от немецких кайзеровских войск, на восток с колонной беженцев шла Елена Лосик, мать будущего маршала бронетанковых войск. В небольшом городке Ярцево на Смоленщине 4 декабря она родила мальчика, названного Олегом. И вскоре двинулась дальше, на Донбасс, где и осталась. Они жили достаточно тяжело, сидели в огородичной, это недалеко от Плавинской, Донецкой области. Отца Олег так никогда и не узнал. Тот бесследно исчез в лихолетии гражданской войны. Елена Лосик была учительницей. В году гражданской войны с грудным ребенком она нанималась в деревне учить детей грамоте. За что ей давали угол в избе и кормили. Олег с детства грезил военными подвигами. Слишком много бед принесли оккупанты его семье. Он рано должен был расстаться с мамой. Закончив четыре класса сельской школы, мальчик отправился в школу-интернат в Славянске. И вот уже в этом интернате стали проявляться его качества как достаточно незаврядного лидера, потому что уже в седьмом классе он был консоргом школы и привлекался к комсомольской работе уже на таких штатных началах. В последующем и в производственном училище железнодорожном был комсомольским работником. И дальше его на одной из оборонных предприятий, которые тогда возникали в годы первых пятилеток. В сентябре 1935 года Олега Лосика вызвали в райком комсомола. Поедешь в военную школу. В летную, обрадовался Олег. Вот уже два года он посещал кружки Осавиахима, много раз прыгал с парашютной вышки. В танковую жестко приземлил его глава райкома. И, видя, как поскучнело лицо неудавшегося пилота, добавил, гордись, «Танки – это главная ударная сила Красной Армии». Разочарование не сразу сменилось восторгом. Но в Саратовском танковом училище Олег Лосик и в самом деле полюбил грозные боевые машины. Стал восхищаться их мощью. Обучение он закончил по первому разряду, то есть, говоря современным языком, с отличием. И новоиспеченного лейтенанта лично пригласил в свою часть один из первых советских танкистов, легендарный комбриг «Кашуба». В 1939 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Танкисты». В съемках участвовали части Ленинградского военного округа, где в эти годы начал службу лейтенант Олег Лосик. Образ главного героя, талантливого молодого танкиста Логинова, словно списан с него. И даже с актером Александром Кулаковым они похожи. Какие пути на Энсбург есть в этом направлении? Прямо через деревню Фей-Эккен, слева через болото, справа через обрыв реку и лес. Я спрашиваю, какие пути для танков в этом районе? Сет-3. Два из них считаются непроходимыми. Я убежден, что для танков нет непроходимых путей. Как и герой популярной в те годы картины, Олег Лосик обладал умением найти неожиданные проходы, чтобы обрушиться там, где враг этого не ждет. И уже скоро это умение ему пригодилось. Советско-финская война была не такой, как ее показывали агитационные фильмы. Красная армия оказалась не готова вести боевые действия зимой. Когда ударили сильные морозы, то внутри танка была наледь толщиной в 2-3 пальца. То есть танки же не обогревались. Впрочем, холод был не самой страшной бедой. Недооценка противника и его укреплений привела к огромным потерям. В одном из первых неудачных штурмов линии Маннергейма погиб начальник разведки батальона. На эту опасную должность был назначен 24-летний лейтенант Лосик. Основными задачами Олега Александровича в тот период были задачи, связанные с поиском танкопроходимых направлений, с определением системы огня. При этом ему приходилось самостоятельно выезжать на наблюдательные пункты, фиксировать это дело. Приходилось проводить разведку боем, которая позволяла систему огня определить. 11 февраля 1940 года начался генеральный штурм линии Маннергейма. И уже 13 февраля оборона финнов была прорвана на всю глубину. Огромную роль в успехе сыграли и данные, собранные Олегом Лосиком. Вот все, что осталось от знаменитой линии Маннергейма. Олег Александрович справлялся полностью со своей задачей. Собственно говоря, и свидетельством этому является орден Красного Звезды, которой он был награжден именно за финскую войну. Однако финская компания осталась в душе Олега Лосика не заживающей раной. Ценой просчетов командования были жизни его товарищей танкистов. Олег мучил себя мыслями, как можно было бы избежать таких потерь. В 1940 году он стал заочным слушателем бронетанковой академии. И тогда, конечно, представить не мог, что годы спустя возглавит ее, сделает одним из лучших учебных заведений. А ученики будут с восторгом вспоминать его эрудицию. Маршал Лосик сам сказал, я понимаю, что мы все танкисты, но нам предаются мотострелки. И стал перечислять стрелки, перечислил настолько все четко, что мы просто были поражены. Он знает не просто общевойсковую тактику, мелкую тактику, а он знает все, понимаете? Все. От простой тактики до стратегии. Знал в совершенстве. В июне 1941 года лейтенант Лосик готовился ехать в Москву, сдавать экзамены за первый курс. Но оказалось, ему предстояла встреча с другими экзаменаторами, по-настоящему беспощадными, танковыми дивизиями немецкой группы армий Юг. После поражения под Ровной и Киевом остатки 43-й дивизии, где служил Олег Лосик, были переформированы в 10-ю танковую бригаду и переданы в резерв Юго-Западного фронта. Однако уже в сентябре ее срочно перебросили под Полтаву, чтобы задержать немецкие войска после тяжелейшего поражения, постигшего Красную армию. В сентябре 41-го года произошла, пожалуй, величайшая катастрофа в истории всей летно-осенней кампании 41-го года – это окружение советских войск под Киевом, когда был окружен сразу весь Юго-Западный фронт. И Полтава, она находилась, собственно, на пути продвижения немцев дальше на восток. Три дня. Командование просило задержать немецкую армаду на три дня. На войне это долгий срок. Десятая бригада сходу вступила в бой. Появление ее танков стало для немцев полной неожиданностью. Взятые в первых боях пленные рассказали, что они приняли бригаду полкового состава за полнокровную танковую дивизию. Это натолкнуло помощника начальника штаба по разведке Олега Лосика на дерзкую мысль использовать заблуждение противника. Всю ночь вместе с командиром танкового полка бригады Архиповым Лосик трудился над фальшивыми приказами и донесениями. А что, Василий Сергеевич, может увеличим наш полк до двух танковых дивизий? Задумчиво спросил Лосик Архипова. Не зарывайся, Олег Александрович, в тон ему ответил комполка. Эдак Гитлер сюда всю армию пришлет, а у нас со снарядами туго. И оба довольно расхохотались. Утром разведчики Лосика якобы случайно нарвались на колонну немецких войск, постреляли и отступили, оставив на дороге автомобиль с документами. Немецкое командование, прочитав их, поверило, перед ними крупное соединение и не решилось атаковать до подхода своих резервов. Немецкое наступление, грозившее катастрофой, было задержано на целые сутки. В 1942-м 10-я танковая бригада продолжала воевать на самых трудных участках фронта. Под обаянью, Харьковом, а затем Сталинградом. И все же именно 1942-й год стал для Олега Лосика самым счастливым. Летом командиру бригады Борису Супряну из голодного Ленинграда приехала сестра Галина. Эта девушка с первого взгляда покорила капитана Лосика. Им суждено было прожить вместе больше 50 лет. Были очень красивые отношения, ежедневно красивые отношения. Может быть, без каких-то ярких подвигов, стояния на одном колене, вот этих вот серенат под окнами. Естественно, этого всего не было. Так люди и не жили. В общем-то, это как-то считалось проявлением дурного вкуса и мавитона. В начале 1943-го года Олега Лосика назначили командиром 119-го отдельного танкового полка. Полку была поставлена задача прорвать оборону немцев в районе Гнездилова, важного узла обороны города Ельни. Однако подполковник Лосик внес коррективы в общий план наступления. Посланные им разведчики отыскали проходы между болот в обход основной линии укрепления. Появление русских танков с участка, который на немецких картах обозначался как танк непроходимый, повергло фашистов в шок. Он первый раз под Гнездилова проявил свои командирские качества, именно качество полководца. Затем он совершил дерзкий маневр в 20-километровый марш бросов в Ельню, благодаря чему ворвались танкисты плотика в Ельню первыми, при том, что рестораны еще работали в городе и был взят в плен бургомистр города. Удивительно, что эта блестящая операция закончилась вообще без потерь. Настолько стремительными и неожиданными были действия танкистов. 31 августа 1943 года Москва салютовала победе под Ельню. 119-му полку присвоили почетное наименование Ельнинский. А Олег Лосик был награжден орденом Суворова за выдающиеся успехи в управлении войсками. К сожалению, не всегда все зависело только от него. Осенью 1943 года полк в составе 29-й гвардейской дивизии был брошен на захват безымянной высоты. Танкистов отправили в лобовой штурм сильно укрепленные обороны, насыщенные противотанковыми средствами и минными полями. У Олега Александровича в полку осталось вместо 35-ти всего 6 танков. При том, что пехота не смогла проделать проходы в минном поле и в проволочных заграждениях, дальнейшая атака грозила потери всех танков. Олег Александрович твердо возразил командиру дивизии, сказал, что он не будет при таких условиях продолжать атаку, что, в общем-то, вызвало возмущение генерала Сученко. Невыполнение боевого приказа на войне грозило трибуналом. Но, к счастью, в дело вмешался прибывший на этот участок фронта командующий 10-й гвардейской армией. Наступление на этом участке было приостановлено, а полк Лосика был выведен в тыл для пополнения. Солдатская молва быстро разнесла среди танкистов историю о том, как командир ради их жизни поставил на кон свою. Любили мы его, за это командиров и любят. И сам он был отважный, храбрый очень. Не прятался там где-то, значит, в тылу и так далее. Однажды на пути в передовой батальон командирский танк Лосика неожиданно нарвался на большую колонну врага. Два десятка автомашин с пехотой, орудийная батарея в походном положении и три самоходных орудия. А у комполка только собственный танк. Силы были явно неравными. Но Олег Лосик принял решение атаковать. Для командира бой в танке Т-34 требовал не только мужество, но и невероятные сноровки. Внутренняя связь работала плохо, поэтому командир дублировал команды. Кулак под нос заряжающему, заряжай бронебойный. Растопыренная ладонь осколочный. Нажатие ногами на плечи механику водителю поворот. Легкий удар по голове вперед. Толчок в спину стой. Танк резко остановившись еще какое-то время раскачивается. Теперь все зависит от командира, который одновременно является и наводчиком. Стоящий танк легкая цель для противника. Медленно текут секунды. Один правая рука командира крутит механизм поворота башни. Два левая рука на ручке подъема орудия. Три выстрел. Водитель не дожидаясь приказа срывает танк с места чтобы уйти из-под удара. В этом бою Олег Лосик в очередной раз подтвердил, что продолжает оставаться танковым асом. Всего за минуту, что его танк двигался к колонии, он успел сделать три выстрела и каждый попал в цель. Немцы, увидев стремительно надвигающуюся стальную махину, потеряли всякую способность к сопротивлению и разбежались. Он все время был на передовой. У него просто какой-то видимо сильный ангел-хранитель, а может быть и не один. И он и в танке горел, и в открытых машинах под обстрелом воздушным налетами ездил. И у него практически не было никаких серьезных тяжелых ранений. В декабре 1943 года полковник Лосик был назначен командиром 4-й гвардейской танковой бригады, входившей в состав знаменитого 2-го гвардейского Тацинского корпуса. Вскоре ей предстояло участвовать в одном из величайших сражений Великой Отечественной операции Багратиол. Готовясь к боям, комбриг Лосик вынужден был учитывать множество обстоятельств. Белорусские леса, топи и болота были для танкистов настоящим кошмаром. Кроме того, в бригаде оказалось много новобранцев, которые попали на фронт всего после двух месяцев учебы. Олег Лосик развернул масштабное обучение. Учил, что называется, до седьмого поздно. Организовывал занятия с механиками водителями, организовывал занятия с командирами танковых экипажей. Он учил их по командам, флажками и по отдельным командам по радио. Это потом сказалось в ходе бою. 23 июня 1944 года войска Третьего Белорусского фронта перешли в наступление. Однако немцы просчитали направление ударов и подготовились. В первый день войска так и не смогли прорваться. Ситуация грозила срывом всей операции. Неожиданно в штаб второго танкового корпуса прибыл Олег Лосик и доложил. Разведка его бригады нашла в болотах проход и уже вышла во фланг обороняющихся. Сообщение немедленно передали в штаб Третьего Белорусского и там приняли решение перенаправить основной удар корпуса по найденному Лосиком проходу. Придолевали мы и болото, валили лес, это все быстро все участвовали, и генералы, значит, лишь бы только вперед, 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 вперед. Буря! Буря! Первая передача! Исторвал 100 метров! Не отставать! Позывной полковника Лосика, шедшего со своей бригадой в авангарде наступления, был Орел. Его танкисты действительно словно птицы перелетали через многочисленные болота и речушки. Они обрушивались на врага внезапно, оттуда, откуда их совершенно не ждали. Танкисты шли отдавать долги за ту боль и страдания, которые принесли гитлеровцы их стране. Выделим какие зверства створили эти фашисты перед наступлением жгли, вместе с людьми сжигали эти дома. Мы же насмотрелись просто. Сейчас, как вспомнишь, жуть берет просто такая. А когда жители видели, что советские танки выбегали к нам, плакали, целовали, значит, и все. Утром 2 июля бригада Лосика вышла к крупному транспортному узлу Смолевичи. В 40 километрах от Минска. Казалось бы, взять этот важный в стратегическом плане населенный пункт очевидное решение. Однако комбриг Лосик действовал иначе. В военном искусстве всегда есть баланс между искусством и наукой. И вот искусство заключается в том, чтобы выбрать, что делать. Либо, может быть, немцы слабы, мы нажмем и Смолевича возьмем, либо мы выставим заслон и пойдем дальше. И вот Лосик принял правильное решение, выставил заслон и в обход Смолевичей, которые на самом деле защищались достаточно крупными силами, пошел на Минск. К исходу 2 июля 4-я гвардейская бригада была всего в 10-ти километрах от столицы Белоруссии Минска. Олег Лосик предложил командиру корпуса начать штурм белорусской столицы ночью в 2 часа 30 минут. Ну, Олег Александрович, он исходил из того, что скорость решает все. Это во-первых. Во-вторых, он понимал, что еще чуть-чуть и немцы оборону сумеют цементировать. Поэтому, конечно, решительно так, это был определенный элемент риска, но в то же время риск был оправдан. В истории Второй мировой войны не было случая ночной атаки крупного города танковыми войсками. Ночью трудно ориентироваться, сложно отличить своего от врага. Это грозит потерей управления, жертвами и возможностью ошибочного огня по своим. Олег Лосик нашел среди бойцов бригады и примкнувших к ним партизан уроженцев Минска. Они шли впереди, а потому уже в пять утра передовые подразделения корпуса были в центре Минска. Однако, дальше наступление замедлилось, немцы стали огрызаться, да и проводники просто не узнавали свой город, превращенный в руины. В разгар боя к одному из танков выскочил мальчишка, который показал танкистам путь в обход узла обороны. Много раз потом сожалел Олег Лосик о промашке своих подчиненных и вспоминал строки Твардовского. Был трудный бой, все нынчик, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. В 9 часов утра 3 июля 1944 года полковник Лосик доложил в штаб корпуса, что все батальоны бригады вышли на западную окраину города. Минск был взят. Почему же в классической киноверсии событий Юрия Озерова главная роль отведена танкистам корпуса генерала Панова? В фильме Озерова режиссер как бы вынужденно был привязан к Первому Белорусскому фронту. Если обратиться к оперативным документам, то в них четко написана хронология событий. Бригада Лосика, 4-я гвардейская танковая, ворвалась в Минск уже в 5 утра 3 июля. Корпус Панова вошел в город уже в второй половине дня. У командования Красной Армии не было никаких сомнений, кто главный освободитель Минска. Меньше суток потребовалось Ставки, чтобы по достоинству оценить подвиг полковника Лосика. Уникальный случай в истории. У нас же в танках радиостанции были стояли, коротковолновые. И мы там, когда если не идет бой, включая радиостанции, слушали Москву. И узнали мы, что Олегу Александровичу 4-го числа указом Президиуму Верховного Совета присвоили героя Советского Союза. Может быть и он сам не знал, а мы уже знали, рады были. О, наш батя, значит, герой Советского Союза. После освобождения Минска бригада Олега Лосика участвовала в боях в Восточной Пруссии. Танкисты проламывали железобетонную оборону Кёнигсберга, где фашисты сопротивлялись с невиданным ожесточением. Я, допустим, не открывал люк, и мы все выходили через люк командира. И лето же, жара была такая, отпрыгивали от танка как можно дальше, потому что все, гусеницы, вся эта броня забрызгана там мясом, и кровой, и черт ее знает, потому что попадало все под гусеницы. В Пруссии 2-й гвардейский корпус попал в окружение. Бригада Лосика 5 суток прикрывала отход основных сил. Из окружения выходили в аренгарде, то есть мы прикрывали отход нашего корпуса. И он не спал суток 5, Олег Александрович, почернил весь, значит, и когда вышли уже из окружения, как он уснул и сутки не мог проснуться. Вот какое напряжение было. В марте 1945 года, всего за месяц до победы, Олега Лосика, как и других перспективных командиров, направили в бронетанковую академию, а затем в академию генерального штаба. После военные годы Олег Лосик продолжал службу в армии, последовательно командуя дивизией, корпусом армии. У Олега Александровича была счастливая семья. Трое детей, сыновья Юрий, Александр и дочь Татьяна. Все нашли свое призвание, свой путь. Протекции не просили, генеральскими погонами и наградами отца не кичились. То же касалось и внуков, которых у Олега Лосика было шестеро. С одной стороны, это большая честь родиться в такой семье, с другой стороны, с детства нас так воспитывали, что мы должны быть примером для всех остальных. То, что может быть можно простому ребенку какие-то шалости, глупости и баловство, то тут этого нельзя. С пеленок вот это любимое выражение, которое я слышала, Ира, не вздумая позорить на всю советскую российскую армию. В 1967 году генерал-полковника танковых войск Олега Лосика назначили командующим дальневосточным военным округом. Обстановка в регионе была взрывоопасной. Были провокации все время. И в летнее время на Амуре и на Уссури китайцы рыбаки заходили в наши воды к нашему берегу. А зимой зимой особенно на Уссури что они делали? Они выходили на лед и выкрикивали антисоветские лозунги. А наши пограничники не применяя огневых средств вытесняли их со льда на свой берег. С начала 60-х годов Китай постоянно пытался наладить отношения с США. Однако Вашингтон демонстративно не замечал усилий Пекина, продолжая поддерживать оппозиционные властям Китая силы. Повстанцев в Тибете и режим Чанкайши на Тайване. Вооруженный конфликт был нужен Китаю, чтобы показать, насколько ухудшились советско-китайские отношения. Руководство Китая стало осознанно подогревать внутри страны антисоветские настроения. 2 марта 1969 года в районе острова Даманский на реке Уссури китайские солдаты впервые вступили в бой с советскими пограничниками. 35 из них погибли, 14 были ранены. Китайцы отступили. 15 марта в 10 утра китайская артиллерия начала обстрел советских пограничников. Вскоре они были вынуждены отойти с острова. Позже некоторые критики будут обвинять командующего округом в нерешительности. На деле любые его шаги могли быть расценены как превышение полномочий. Но что самое главное спровоцировать настоящую войну. Мы руководствовались принципиальной установкой министра обороны. А установка была следующая. Не просто защитить нашу границу. Не просто. А не допустить крупного военного конфликта. Чтобы конфликт ограничился только лишь действиями пограничников. Командующий округом Лосик попытался связаться с Москвой. Генштаб молчал. В 17.00 когда положение стало отчаянным генерал Лосик в нарушении указания политбюро ЦК КПСС приказал нанести огневой удар по скоплению китайских войск. Больше провокаций на этом участке не было. Ночью когда все было кончено наконец дала о себе знать Москва. Министр обороны спросил чего же вы понимаете там надо жалеть снаряды. Чего вы понимаете снаряды не жалеете. В результате действиями командующего Дальневосточным округом оказались недовольны все. Руководство КГБ обвиняло его в нерешительности. Руководство Министерства обороны напротив в своей воле. Ему это отчасти стоило карьера на тот момент. Потому что обычно командующий Дальневосточным военным округом он потом переходит на должность Москвы либо главком сухопутных войск либо это замминистра обороны. и его снимают и переводят начальником академии бронетанковых войск. Он становится. Однако именно в бронетанковой академии раскрылась еще одна грань таланта Олега Лосика педагога организатора и ученого. Под его руководством бронетанковая академия стала одним из лучших военно-учебных заведений мира. Он все же руководил обучением танкистов и сохранением во-первых опыта достигнутого в тяжелых боях полученного в тяжелых боях во-вторых построением новых теоретических основ для ведения боя в современных условиях. Олег Лосик не только сформировал уникальный преподавательский коллектив академии но и сам читал лекции которые слушатели академии до сих пор вспоминают с восторгом. Вот так убедительно загрегательно вот как он выступал о роли и месте танковых войск я не слышал ни от кого. Вот это настолько с одной стороны были эмоциональные выступления а с другой стороны выступления глубоко знающего предмет человека. Всегда провожали его с трибуны не только аплодисментами я просто овации. В 1975 году Олег Лосик стал маршалом бронетанковых войск. Волею судьбы он оказался последним кому было присвоено это звание. Его невероятно уважали не только в академии но и в войсках. он подарил мне заколку на галстук вот такая интересная заколка но я конечно ему сказал служу Советскому Союзу отдел и когда приехал к новому месту службы представился и командир дивизии посмотрел говорю так капитан а это что у вас такое я говорю это у меня заколка подаренная маршалом бронетанковых войск Лосиком. Олег Лосик возглавлял академию бронетанковых войск до 1987 года. Затем продолжал службу в группе генеральных инспекторов Министерства обороны вплоть до своего последнего дня. Умер Олег Лосик в 2012 году в возрасте 97 лет. Олег Лосик был сиротой потерявшим отца и свой дом еще до рождения и мечтавшим отомстить оккупантам за это. Он грезил о военных подвигах и не просто совершил их на праздновании 90-летия маршала Лосика было решено рассказать о тех, кто учился у него и достиг высших военных должностей в армии. На доклад выделили 10 минут. Однако выяснилось, даже для простого перечисления не хватит и двух часов, потому что больше 180 командующих сухопутных войск, армий, округов и даже министров обороны российской армии и вооруженных сил иностранных государств учились в Академии бронетанковых войск, который 17 лет возглавлял герой Советского Союза маршал бронетанковых войск Олег Лосик. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова